13 февраля в Красноармейском горрайонном суде состоялось слушание дела по исковому заявлению Красноармейской местной прокуратуры и Покровской райадминистрации к жителю села Срибное, который уже на протяжении шести месяцев пытается отстоять право на использование земли, которую взял в аренду еще в мае 2016 года. Это какая-то схема, чтобы нас держать. Не дают. По судам, начиная с ареста техники, два суда прошло. И сейчас уже четвертое заседание, если учитывать подготовительную судебную. Так у вас хотят забрать эту землю? Хотят расторгнуть со мной договор, так как я незаконно, вроде бы ее не целевое назначение использую, не по целевому назначению. На участке в 70 гектаров, расположенном в 10 километрах от села, до недавнего времени он пытался выращивать пшеницу. Но с лета 2016-го приступить к сельскохозяйственным работам не представляется возможным. По показаниям свидетелей, которых допросили на судебном заседании, еще в 90-х годах на арендуемой Николаем Седышем территории были сады. По документам, земля значилась как участок с многолетними насаждениями. По сути, уже больше 10 лет их нет. С 98-го года участок уже использовался под пашню. И очень удивляет, что администрация Покровского района об этом не знала или предпочитала не знать. По поводу использования данной земельной деятельности, я наголошула, что я обратилась в УСНО до начальника отдела Держкомзема Кирилова Вячеслава Валентиновича в УСНО порядке. Согласно законодательства, 17-й статьи земельного кодекса Украины, земельные деятельности на межах населенных пунктов, в том числе, которые относятся к непобойному фонду, есть порядок Красноаромийской районной администрации. Были обращения из сельского совета еще в 2012 году, подняли эту документацию, есть письмо, было обращение в администрацию до Кирилова, чтобы изменить целевое назначение, но никто этого не изменил. И мне сейчас меняют, что я как бы нецелевое использование земли, занимаюсь вот там садов, садов тех уже 10 лет там нет. Договор стандартный, юрист подтверждает, что договор стандартный. И эти договора, земля находится за территорией населенного пункта, ей распоряжается администрация. И администрация должна была смотреть, соблюдение, как этот договор, они должны изменять именно назначение этой земли, но не сельский совет, так как были претензии к сельскому совету, который не обращался, не давал никаких документаций, что там нет сада, а занимается только в работе. Разбираясь, кто же дал разрешение на использование садов под пашню и почему не уведомили район о том, что насаждения уже давно нет, заявители настаивали на том, что договор был составлен неверно. По словам председателя Сребненского сельского совета, дело направлено в суд неспроста, а все из-за нашумевшей реформы под децентрализацией и объединения сельских общин не в пользу района. Сельские ради имеют номер пойти до Покровська, то есть громада висловилась, и начали штучно убивать каждого сельского голова, кто звалили за собственным желанием, деякие сельские головы их звалили решением сессии, но есть такие, как мы, они начали смотреть на представителей, на родственные связи, взялись за моего отца. Они сами створювали этот договор, который отец подписал, то есть призначение по договору там соответствует действительности, так и то, чем он занимается. На первых двух заседаниях не присутствовал юрист администрации, они ждали, что на сына найдут воздействие, сын принимает решение, которое нужно администрации, чтобы не присоединяться к городу Покровську, громада решила именно присоединиться к городу Покровську. И было решение совсем другое. И уже на третье аж заседание пришла именно юрист. И заявила, что они тоже хотят расторгнуть договор. До этого, на два заседания, они ждали, что будет дальше. Александр Николаевич считает, что это судебное разбирательство – один из методов давления, от которого будет зависеть принятие необходимого решения в селе Срибном. Ведь о том, что земля, являющаяся по документам садами, ранее не облагалась налогами, хотя и обрабатывалась, речь не идет. А когда нашелся человек, готовый платить в казну налоги, это почему-то сразу заинтересовало прокуратуру. Налог я проплатил в полном объеме, согласно договору. А так как у меня договор заключен был по садам, но садов в натуре их нет, там и не было уже. И на протяжении этих лет не поступило ни одной копейки, ни одной, я говорю, ни одной копейки не поступило в бюджет государства. И наша прокуратура ратует за то, что вот вы неправильно там, не целевое использование земли, но за то, что эта земля больше 10 лет использовалась без каких-либо документов и не платились налоги, за это все умалчивается. К тому же в прениях представитель ответчика отметил, что арендная оплата за пользование земельным участком в год составляет порядка 70 тысяч гривен. Николай Владимирович добросовестно платит налоги за все 70 гектаров, хотя обрабатывает лишь 41 из них. Как было установлено договором, это еще раз говорит о том, что он ничего, ни одного пунктика договора не нарушил. И он выполнял свои обязательства. То, что администрация не знала, что этого сада не существует уже 20 лет, это не его вина. Это вина администрации, которая должна знать, что это их земли. Что их земли, они должны следить, как хозяева этой земли, должны следить, смотреть при передаче в аренду. Они должны были присутствовать там, передать, он должен был принять. И кроме того, еще обвиняют, что он незаконно до заключения договора аренды использовал земельный участок. Незаконность выражается в том, что он имел какую-то прибыль незаконную, а человек, который внес удобрение, почистил эту землю, подготовил ее к пассиву, а потом заключил договор, это является нарушением. Я считаю, что ни в коем мире. Выслушав две стороны судебного процесса, судья удалилась из зала заседаний. 10 минут томительных ожиданий и решение было зачитано. Суд решит. Позовні вимоги Красноармійської прокуратуры Донецкой області в интересах держави особи Красноармійської районно-державной администрации задовольнити в повном обсязе. Презервати договор аренду земельной ділянки номер 14-22-78-65-5-2-0-11-3-0-3-10 площадью 70 гектаров, расположен на территории Срібненской сельской ради Покровского района Донецкой области от 31-05-2016 года. Мы будем обращаться в апелляционный суд Донецкой области, будем ее оспаривать. Здесь есть интересы земли. Вы же знаете, сейчас идет по всей стране вопрос земли, ее продажи и так далее. И эта земля будет стоить очень дорого в будущем. И за нее идет борьба. Если дать ему ферму на 15 лет, попробуйте расторгнуть с ним договор. Надо же искать какие-то нюансы, чтобы расторгнуть. А когда он будет расторгнут, то ее распорядиться можно, и администрация будет распорядиться как надо. С таким решением суда стороны ответчика, как и сам Николай Владимирович, явно не согласны. Они готовы и дальше бороться за справедливость, отстаивая торжество закона.